Хорошее начало! Я первый раз в жизни дарю белые розы, но думаю, что-то очень символично. Я сегодня хочу подарить розы человеку, который в меня поверил, поверил во всех нас, в моих соратников, которые сегодня пришли меня поддержать. Очаровательная женщина Анима Мавричева. Слушайте, это в первый раз такое. Ну вы понимаете, все, кого я буду приглашать дальше. Ну и по поводу сегодняшнего выступления хочу сказать, что мой оппонент сегодня это чиновник федерального уровня, уважаемый человек, знакомый лично с президентом. И то, что мы сегодня выходим на диалог с людьми такого уровня, говорит о том, что мы за три года уже победили. Поэтому давайте вести себя прилично, вне зависимости от результатов голосования. Мы достигли результата. Спасибо большое. Спасибо большое. Аплодисменты Артем. Людмила, присаживайтесь. Я думаю, вы найдете вот здесь вот место, чтобы все под них подвинуться, и вы сможете сесть. Очень хорошо. Людмила Шабуева, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и «Ярослав». Итак, коллеги, Артем Фролов, националист, русский образ. Русский образ. Александр Ильич Русаков, ректор нашего главного университета, который, кстати, я тоже закончила. Тема непростая, для меня непростая. Походу мы будем тоже очень много говорить о том, почему именно эта тема. Все знают о том, что, например, во мне ни капли русской крови. Ни капли. То есть, моя одна половина еврейская, вторая моя половина мусульманская. Только в Советском Союзе два таких непохожих человека могли сойтись, как мой папа с мамой. Вот. И гражданства русского у меня тоже нет. Ну, для начала это так, для понимания сразу. Анна, даже за Единую Россию не может проголосовать нормально. Вы понимаете, как человеку тяжело жить в России? Я ни за кого не могу проголосовать, а в России это такой был мой секрет, который сейчас уже не секрет. Вот. Поэтому, как я уже говорила, мы меняем правила по ходу. Ваше первое выступление по три минуты у каждого. После этого я расскажу, что мы будем делать дальше. Сначала только одно выступление по три минуты. Артем, вы будете первым? Договорились. Поехали. Прошу ваше внимание. Добрый вечер. Меня зовут Фролов Артем. Сегодня я, как всегда, буду говорить о том, что Россия это страна русских. Русские это сердце России. Это плоть и кровь нашего государства. Русские создали Россию. Русские укрепили ее кровью и потом. Находясь за границей и показывая паспорт Российской Федерации, мы автоматически становимся русскими. Вне зависимости от того, какая у нас фамилия, какая кровь течет в наших жилах. Здесь в зале сегодня собрались русские люди. Да? Мой оппонент сказал, что он считает себя русским человеком по культуре. По происхождению сложно. Но фамилия, думаю, говорит о том, что он русский. Все мы дети русской культуры. Все мы дети русской цивилизации. Все мы дети русского мира. Слово русский вписано в историю мировую золотыми буквами. Слово русский всегда будет звучать в разных концах мира с восторгом, любовью, злобой или ненавистью, но оно никогда не будет звучать с равнодушием. Так? Да! Сегодня нас часто называют россиянами. Но нет, не так. Мы не россияне. Никогда русские не станут россиянами. Никогда чеченцы и лингуши не станут россиянами. Нельзя просто так взять и отобрать нашу идентичность. Проект по созданию гражданской нации россиян провалился. Это признает даже его автор-создатель, ректор Ран Валерий Кишков. В 90-е годы, когда нашей стране была нужна новая национальная идея, решили взять старую концепцию советской нации, переименовать ее в россиян и пустить по старым рельсам. К чему это привело, мы все сегодня видим. Слово россиянин ассоциируется с провальными реформами 90-х годов, с кризисом. В интернете слово россиянин имеет стойкую негативную окраску. Это обыватель, это человек безволии, это человек безродный, потому что нельзя быть россиянином, не являясь при этом русским, чеченцем, татарином, ингушом, кем угодно. Это слово вторично. Если в зале есть хотя бы один чистокровный россиянин, поднимите руку, мы увидим. Мне правда любопытно. Нет ни одного. Один, я просто не вижу, у меня сверху. Бармен поднял руку, бармен. Бармен, да. Сегодня представители власти используют слово россиянин только в правовом контексте, как синоним гражданина РФ. Это отлично, потому что эксперименты прекратились, нас больше не пытаются ассимилировать, слить в одну общую топичную массу. Каждый из нас может быть самим собой. Слово россиянин это синоним гражданина РФ. Но сколько пафоса, сколько чести, долга, сколько смысла вручит в этих словах гражданин России. Может быть лучше быть все-таки гражданами своей страны, а не аморфной толпой россиян. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо. А вот, знаете, алфа россиян, это, конечно, звучит гордым. Александр Ильич, три минуты для вас. Микрофон можно взять руки, если не могу. Спасибо. Дорогие друзья, мне действительно очень приятно, как Артему, что это действительно сегодня и моя победа. Наконец-то нас тоже пригласили и слушают. И слушают молодые, те, кто действительно озабочен тем, что такое Россия, что такое Российская Федерация, кто такие русские, кто такие россияне. Я не думаю, что в три минуты можно уложиться и, надеясь на то, что большая часть будет сказана потом. Я просто поделюсь некими соображениями. Я не готов состязаться с Артемом вот в такой серьезной работе с залом, поэтому я позволю себе некоторые ремарки на полях. Я сегодня шел по улице Кирова и обнаружил такую замечательную вывеску «Планета Second Hand». Ну, наверное, это классное место и все хорошее. Но национальный вопрос, о котором мы так ярко начинаем спорить сегодня, и начинаем его с того, что подарили настоящие россиянки цветы, это вопрос очень старый. Вопрос, по которому только ленивый не прохаживался, начиная, наверное, с Римской империи, с Римской республики, потом с развала и так далее, и так далее. Все истории здесь знают и хорошо знают, чем это закончилось. Ни разу, ни в одной стране мира, ни в одной группе страны, ни в одной империи этот вопрос не был решен. Ни разу не удалось действительно произвести самоидентификацию, разве что очень маленькие народы позволили себе это. Я, честно говоря, долго думал, какая страна может сказать, что они действительно имеют национальную моноструктуру и так далее. Я вспомнил только Финляндия. Но вся беда в том, что там не выживают даже русские, которые туда приезжают, и им очень сложно. Я думаю, что вопрос, который Артем пытается решить довольно просто, отделяя россиян от русских, на самом деле именно в этой части содержит в себе фантастический парадокс и неразрешимую загадку. Никто не может сказать, кто такие русские, к сожалению. Так выросла наша страна, так была создана наша империя, так она развивается, так она превращается в страшных муках, с кровью, с массой проблем в демократическую страну. Хотим мы того или не хотим. Давайте подходить к этому как ученые, по возможности, осознавая действительность, пытаясь отвлечься от своих иллюзорных и идеалистических воззрений. Не будет страна только русской, иначе будет кровь, иначе будет взаимодействие с другими странами отнюдь не партнерское. Как только возникает мононациональное государство, где идеалом становится принадлежность человека к гражданству в связи с его либо религией, либо, так сказать, происхождением, там будет кровь. Это такой способ линейного счастья, который описан был у Стругацких, и где вначале лежит гордыня, а в конце, когда будет кровь и война. Поэтому я считаю, что мы россияне. И вот почему. А я процитирую главный документ. Вы помните все, с чего начинается Конституция? Мы многонациональный народ Российской Федерации. Отличие от Конституции США только в том, что они говорят, мы народ США. Одно прилагательное. А сколько в нем истории, смысла и проблем. Мы до сих пор многонациональный народ Российской Федерации. Мы россияне. Я думаю, что мы не сможем прожить по-другому, кроме как не впадая в очередные перипетии с войнами, с ненавистью. Мы это все уже проходили. И патриотизм, о котором мы говорим, это патриотизм должен быть не войны, а патриотизм культуры, образования, науки и совести, который характерен для нашего народа, и для русских, и для всех остальных народов. И я думаю, что если бы сравнивать поэзию, скажем, то очень многие бы поэты всего мира отдали все свои национальные корни за то, чтобы они были такими, как Пушкин, который вряд ли может быть ассоциирован с типичным русским человеком. Ну вот, для начала все. Спасибо большое, аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ